Более одного миллиона рублей Саровчанин передал в руки мошенников. На мобильный телефон потерпевшего поступил звонок. На том конце провода представились специалистам по торговле криптовалютой и предложили установить специальное приложение – площадку для покупки и продажи криптовалюты. Мужчина перевел деньги на предоставленные мошенниками номера карт. Сначала в сумме около 20 тысяч рублей. После проведения нескольких операций в приложении Саровчанин смог вывести свою сумму денежных средств с небольшим процентом. Вторую транзакцию Саровчанин совершил уже на миллион рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь. После этого Саровчанин понял, что попался на уловки мошенников. Еще один житель города подарил злоумышленникам почти 200 тысяч рублей. Мужчине поступил звонок через мессенджер от якобы представителя Центрального банка России. Он сообщил, что на имя Саровчанина оформили кредитные карты в нескольких коммерческих банках. Для закрытия карт нужно взять кредиты, а после перевести деньги на предоставленный счет. Мужчина выполнил все указания мошенников. Взял два кредита на 97 тысяч рублей и на 100 тысяч разных банках и после перевел их на счет неизвестного лица по предоставленному номеру карты. После этого он понял, что попал на уловки мошенников и написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК мошенничества. Также преступники охотятся и на учетные записи граждан на портале госуслуги. Женщине позвонили через мессенджер. Сказали, что ее сим-карта прекращает срок действия и из-за этого нужно обновить паспортные данные. Заявительница продиктовала неизвестным все необходимые номера. Через некоторое время ей снова позвонил другой уже абонент, представился представителем портала госуслуг. Сказал, что данный номер телефона, с которого был осуществлен ей предыдущий звонок, пытается взломать ее аккаунт. Для того, чтобы обезопасить свои данные учетные, ей нужно продиктовать код. После всех действий злоумышленники изменили пароль учетной записи и получили доступ ко всем личным данным. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.